Всем привет, ребята! Я часто задавалась вопросом, а почему в некоторых ситуациях мы поступаем так, а не иначе? И почему, когда мы предполагаем, что мы поступим вот так, то получается абсолютно всё наоборот и по-другому? И на данный момент мне кажется, что я уже могу ответить на этот вопрос. Я хочу поделиться с вами своим мнением, своим наблюдением, потому что мне кажется, что это очень интересно. И для кого-то это может стать пищей для размышлений. Итак, приступим. Как я уже говорила ранее, в прошлых видео, нами движут инстинкты и уникальные способности, а также опыт, который мы проживаем в течение жизни. Или который нам рассказывают наши друзья и знакомые, или который показывают по телевизору, или который мы читаем в интернете. В общем, опыт всего человечества. Ну вы представляете, что это, да? Такая каша, чан, в котором варится. Это всё, это такая странная смесь. И в повседневной жизни мы не задумываемся, это сработал инстинкт, или уникальная способность, или это же мой опыт, который я прожил, или который мне навязали. Это всё понятно, это обычная ситуация. Но мне было интересно всё-таки, какие моменты срабатывают инстинкты, какие моменты уникальной способности и так далее. И когда я понимаю, что именно срабатывает в какой-то конкретной ситуации, я могу быстро сделать вывод, а правильно ли я среагировала. Казалось бы, какая разница, как я среагировала. Я это я, такая, какая я есть, я не собираюсь меняться, я замечательная, я уникальная, и вообще все пошли нафиг. Но со временем я поняла, что такого рода поведение не играет мне на руку. И мне важно, чтобы моя реакция на какие-либо события или действия максимально положительным образом сказывалась бы на мне и на окружающих меня людях. Я понимала, что я веду себя иногда очень как-то некрасиво. И мне хотелось изменить ситуацию кардинальным образом, чтобы, наоборот, всем было хорошо и мне, и окружающим. Но вы поняли моему сыр. Итак, первым шагом для меня было изучение этого вопроса. То есть я перерывала кучу информации в интернете, общалась с людьми, вела свои наблюдения. Я поняла, что существуют такие вещи, как инстинкты, уникальные способности, опыт, бла-бла-бла. Вторым шагом я смотрела за своими реакциями, за своим поведением, то, как я реагирую на какие-то ситуации. И фиксировала все эти странные поведения. Третьим шагом я просто брала и анализировала, почему я так делаю. Почему именно сейчас сработал инстинкт, а тогда сработала уникальная способность. А почему здесь вообще какой-то опыт немой даже был использован. Я поняла, что я могу изменить свое поведение во благо себе и всему, что меня окружает. Четвертым шагом я начала думать, как же применять полученные знания, и как же сделать так, чтобы было всем хорошо. Так как я считаю, что если ты любишь себя, то тогда и тебя могут полюбить окружающие, и ты можешь полюбить окружающих. Пятым шагом я начала применять полученные знания на практике. И получила первые результаты, о которых я была просто вообще в шоке. Если бы это было неважно или там незначительно, я бы вообще об этом не говорила. И не затрагивала бы эту тему. Я осознала дополнительную, особенную такую вещь. Начну с короткого отступления, так как мне нужно, чтобы зритель, который меня смотрит сейчас, вспомнил те моменты из его жизни, когда происходило что-то подобное. Эти вещи каждый человек интерпретирует для себя по-своему. Многие из вас часто замечали, что в вашей жизни происходят такие странные моменты, как Вселенная подала вам знак, и у вас всё получилось. Или Вселенная предупреждала вас, что так лучше не делать. Вы чувствовали интуицию, что так лучше не делать. Или говорят, например, если ты действительно не будешь верить в свои способности, в то, что у тебя что-то получится, то у тебя, в принципе, тогда действительно ничего не получится. Или, например, «О, это Бог свыше сказал мне, что так не надо поступать. Вот Он доказал мне на примере. Вот со мной случилось то-то, то-то». Или «А я знал, что так не надо было. Ну зачем я это сделал?» Или, например, «Если ты будешь просить у Вселенной денег, она тебе их даст». Ну, этих примеров может быть куча, и я, возможно, не перечислила даже... даже и грамот. Абсолютно неважно, верите вы в Бога или не верите. Верите ли вы только в науку или вообще не верите науке и не доверяете ей. Можете отрицать, что земной шар — это шар, думать, что это плоскость. Можете думать, что это космос посылает вам какие-то сигналы, что это энергетика космоса. Пожалуйста, верьте во что хотите. Вообще без проблем. Понятие веры сейчас здесь вообще ни при чём. Просто отсеивая всю эту шелуху, остаётся только самое главное. Что-то с вами происходит. И многие из нас, к сожалению, забывают во всех этих верах, шелухах, что причина всему, что с вами происходит, причина всему, что происходит вокруг вас, и причина, что происходит с миром, причина во всём этом — это вы. Причина — это мы. И пока мы не понимаем, что причина в нас, и будет происходить всё, что угодно, любая шелуха, в которую вы захотите верить, она будет происходить, потому что вы в это верите. И опять же, кто хочет во что-то верить, пожалуйста, без проблем. Я не претендую на вашу веру, на Бога, которого вы любите. Пожалуйста. Я не хочу никого сейчас оскорбить, сказать, что верить — это плохо. Нет. Верить — это прекрасно. Потому что вера помогает нам не зачахнуть, помогает нам иногда стать даже лучше. Вера — это как надежда, за которой мы цепляемся, и она нам помогает жить дальше. Я не говорю, что вера — это плохо и всё такое. Не обижайтесь, ребят. Просто у каждого вера своя. И, к сожалению, многие люди, в том числе я когда-то, не видели или не видят за этой верой главного. Так вот. Главное — это мы. То, что мы думаем. Какие мысли нас посещают. Многие могут со мной поспорить, сказать, что не всегда мы решаем, кем мы станем. Не всегда мы решаем, какие у нас родители. Не всегда мы решаем, в какой мы стране и какие люди нас окружают. Об этом можно долго говорить, может быть, даже спорить. Но, к сожалению, какая бы ситуация у вас в жизни не была, насколько бы она тяжёлой не была, к сожалению, но вы должны понять для себя, что в первую, в самую первую очередь до сегодняшнего момента вы решали, что будет именно так. Я никого не хочу обидеть в этом видео. Если это вдруг может произойти, то я заранее извиняюсь, потому что я этого не хотела абсолютно. Я призываю вас относиться к этому видео легко, потому что, если вам не нравится это видео, пожалуйста, просто закройте и не смотрите. У каждого своё мнение. Вы можете оставаться при своём мнении. Я не спорю и не претендую на изменение вашего мнения. Но если вы чувствуете, что я говорю очень интересные вещи и, возможно, познавательные или позитивные, то спасибо вам, что вы смотрите. Мне очень-очень приятно, что есть такие близкие по духу люди. И... Аллилуйя. Вы — это то, что хранит в себе ваш мозг. И правильно говорят. Вы — это то, что вы едите. Вы — это то, что вы смотрите. Вы — это то, что вы говорите, то, что вы думаете, там, где вы находитесь, то, что вас окружает. Здесь есть некоторый такой замкнутый круг, что ли. Ну, не совсем он замкнутый, потому что из него можно выбраться. Но, тем не менее, когда я была в самом начале своего пути, когда я узнала какую-то такую информацию и когда начала делать первые шаги к изменениям, мне казалось, что это как замкнутый круг и из него очень сложно выбраться. Но сейчас, уже спустя время, я понимаю, что он не замкнутый, и из него можно выбраться. И на это не нужно очень много времени. Просто вопрос именно в том, насколько мы хотим измениться. Мне очень хотелось измениться. Может быть, не всегда очень-очень, но довольно часто. Ну, это значит, что иногда я сомневалась, что я иду по правильному пути, и мне хотелось остановиться, может быть, повернуть назад или повернуть в другую сторону. Но чем больше я узнавала, получала знаний в этом вопросе и в параллельных вопросах, неважно, просто получение знаний двигало меня вперед и не давало остановиться. И не дает. Так вот, если вы хотите измениться, действительно хотите, а не так, ну, можно попробовать. Можете попробовать, но, скорее всего, результата будет никакого, если вы всего лишь попробуете. Также хочу заметить, что это будет вашим образом жизни, а не попробовать. И если не понравится, то все. Вы сможете это действительно попробовать только тогда, когда это будет у вас как привычка, как образ жизни. Но, конечно же, в самом начале не нужно сразу делать привычку, и если ее нет, то все, ничего не получится. Просто дайте себе время, и не нужно себя насиловать, напрягать. Это придет со временем, придет постепенно, не все сразу. У каждого, я думаю, будет свой какой-то такой критерий, который его устроит. Поэтому это все индивидуально. И вы должны полагаться только на свои ощущения, и не слушать других. Если вам этого достаточно, вы чувствуете комфорт, то все прекрасно. Не нужно себя насиловать и добавлять больше. Или делать меньше. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Каждую неделю я выпускаю новое видео, и если вы не хотите пропустить, то подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень-очень приятно. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии и обязательно отвечу на них, если они будут приличными. Спасибо, что смотрели. Всем до следующих встреч. Пока! Подписывайтесь на мой канал.